Итак, дорогие друзья, сегодня я предлагаю очень коротко поговорить о таком смартфоне как OPPO A60. Чем он может быть интересен, сегодня мы узнаем. 6,6 дюйма экран, это классика. HD+, разрешение, ну, для бюджетного сегмента можно сказать, что пойдёт нормально, с какими-то там оговорками, ну, пусть будет. LTPS, это у нас IPS, по сути, 90 Гц. Ну, защитный экран, защищённый экран, это у нас может быть какой-нибудь Panda Glass, Gorilla Glass, ну, какая-то технология, которая здесь не афишируется в бюджетниках. Это может быть какие-то очень такие вот дешёвые, типа Dragon Glass какой-то, ну, дешёвые китайские какие-то защитные технологии производства всех этих стёкол, это понятно. 950 нит, эта яркость неплохая, но дизайн, смотрим, у него очень такой, можно сказать, простенький. У нас один большой объектив основной камеры, потом заглушечка и уже третий кругляш в кругляше, это уже у нас просто вспышка. У нас кругляш в кругляше, два кругляша, такой дизайн чем-то на Huawei, Honor и похож, тот же Oppo похожий дизайн идёт. Такой азиатский, китайский дизайн, можно сказать. Это, ну, обычно нормально, если вам это более-менее подходит. Android 14, ColorOS, здесь самое интересное, многие люди предпочитают даже более слабые аппараты Oppo, чем какой-нибудь условный там Infinix или Xiaomi, потому что ColorOS оболочка лёгкая, плавная, стабильная, соответственно, меньше будет подвисать, меньше памяти будет занимать, меньше засирает саму систему, соответственно, с ColorOS, ну, работать более комфортно, более приятно и, в общем, довольно стабильно она себя ведёт. Это хорошо. Snapdragon 680, это процессор не очень мощный, но, как мы выяснили, здесь разрешение не очень большое, и оболочка лёгкая, соответственно, Snapdragon 680 с каким-то базовой задачей. Там у нас Viber, Telegram, Facebook, Instagram, какие-то соцсети, YouTube, он справится на 100%, а в тяжёлые игры нет, какие-то простенькие детские игры никаких проблем и ограничений не будет. Опять же, графика Adreno 610, какой ей минус, она много чего может на самом деле, но в PUBG вы просто не сможете поставить хорошие настройки. У вас там будет и хороший FPS, и плавность, и всё, но просто, когда вы заходите в настройки игры, у вас нету возможности, вы тыкаете туда, она просто неактивна, таким, грубо говоря, просто нету возможности, оно там светло-серым светится, вы туда нажимаете, ничего не происходит, либо пишет, для данного устройства графические настройки являются максимальными, там, что-то такого плана. И вы не можете выставить либо хорошую частоту кадров, там, больше 30, даже иногда, FPS. Соответственно, просто вы поиграть сможете, но не на те настройки, которые вы, в общем-то, привыкли видеть в более дорогих аппаратах. Соответственно, какой-нибудь Genshin Impact, ну, я даже просто бы не ставил Genshin Impact, вообще игра такая довольно требовательная, она классно показывается на компьютерах, на ноутбуках, не самых старых. Просто клиент игры очень прожорливает. А вот в какой-нибудь RAID можно поиграть. Вполне стендов, в Brawl Stars это всё пойдёт. 8 гигов оперативки, это классно для каких-то дальнейших, последующих обновлений, и это очень хорошо для каких-то тяжеловесных программ, не особо оптимизированных, ну, с которыми всё равно так или иначе приходится работать. Это может для учёбы что-то. Соответственно, 8 гигов это хорошо. Здесь переплата, по сравнению с какими-то самыми дешёвыми аппаратами, она имеет смысл, потому что на 8 гигабайтах современная система чувствует себя более комфортно, работает всё это более стабильно и предсказуемо. 128 встроенная память, это отличная, даже если бы не строил бы уже никакую карту памяти. Можете нафотографировать что-то, а потом перекинуть на компьютер. 50 мегапикселей у нас основной модуль, светосила 1.8, но это стандартно, 2 мегапикселя это у нас заглушечка, 30 кадров в секунду это у нас Full HD запись, но это самое минимум. 8 мегапикселей, но вообще OPPO A серии, это у нас ультрабюджетники по сути. 4G есть, SIM, SIM, плюс у нас 2 SIM, Wi-Fi, Bluetooth, есть у нас NFC, это классно, это может быть. Сканер отпечатка сбоку, стереозвук, но отпечаток сбоку, потому что IPS дисплей. 5000 батарейка и OPPO SuperVox 45 ватт, это очень круто для бюджетника. Не знаю, года 3-4 назад бюджетники редко какие, там 18, 22, 33, там это порционно выдавали. Тут уже 45 ватт сразу и причем плюс какой, что и чехол, и зарядка идут в комплекте. Чехол там такой прозрачненький, дешман самый простой, но зарядка действительно качественная. Габариты достаточно большие, потому что не самые маленькие рамки. Кому его можно рекомендовать? Да, в общем-то, тем, кто устал от Xiaomi, для тех, кому особо не нужна производительность в играх, то камерой пользуются не так часто. Но опять же, если накатить Google камеру, можно что-то еще выжать. Какие-то ночные съемки, можно что-то попытаться еще с этого модуля выжать. Он будет что-то более-менее вменяемое фотографировать, но опять же, до каких-то полноценных середняков. Он все равно не дотягивает. Какие плюсы? Это то, что есть чехол, есть зарядка, Samsung зарядку даже в бюджетнике уже не ложат. Некоторые аппараты тоже, некоторые бренды этим грешат. Здесь вы купили, вот 8 тысяч заплатили. У вас и памяти нормальное количество, и Android свежий, и зарядка быстрая. Ну, единственное, что вот вы не сможете прыгнуть выше головы. Если вы хотите очень крутые игрушки, то будут тормозить. Если вы хотите очень крутое качество фото или видео, то этот аппарат предоставить этого не может. Потому что, опять же, я не фанат ОПО, я всегда ОПО, ВИВА, там, Реалми. Ну, я как-то так скептически относился к этому. Но конкретно здесь ОПО все-таки еще более-менее удержали цену. Опять же, почему я говорю, удержали цену, потому что тот аппарат, который я рекомендовал всем до 10 тысяч, это, как многие знают, это Motorola G84, официально стоит 11500. Это у нас Allo 11500, это у нас и Citrus 11500, и сейчас мы перепроверим еще Comfy. Vodafone 11500, IT-Box 11500. Если он в Comfy есть, может быть и нету, но если он там есть, он стоит 11500. Официальный Moto G84, аппарат классный, серьезный, оснащенный. Что у нас здесь? И AMOLED-экран, и Snapdragon 195 5G, это поддержка технологии 5G, и 12 гигов оперативки, 256 стройка, и ультраширик у нас, ультраширокоугольная камера, которая позволяет делать интересные снимки. Тоже хорошая комплектация, тоже все интересное, и стереозвук, и сканер отпечатка у нас, соответственно, в экране, потому что AMOLED маленькие рамки, стильно, модно, молодежно, вот есть в таком синем цвете, можно сказать, в каком-то темно-синем, там в черном цвете, но это 11500. Если тысяч там 9,5-10 еще кто-то был бы готов потратить, то 11500 сразу в леса, потому что сейчас бюджетники будут получать вторую жизнь, и, в общем-то, можно будет и OPPO, и какой-нибудь Infinix рекомендовать. И Samsung M35, аппарат мне понравился, несмотря на достаточно такие большие рамки, это все-таки Samsung, это все брендово, батарейка 6000. У нас тут AMOLED-дисплей, Android 14 процессор неплохой, больше где-то 600 тысяч баллов набирает, и в игрушки можно поиграть. Ну, из минусов 6 гигов оперативки, очень скудная комплектация, дорогие друзья, даже без зарядки, и уже, извините, 13 тысяч. Ну, за 13 тысяч очень сложно что-то вам подсказать по этому поводу, потому что 13 тысяч, блядь, это больше зарплаты, ну, у многих людей. Потому, да, он вроде как прикольный, вроде как Samsung, вроде как Motorola, но большинство людей купят какой-нибудь Open, Infinix, Techno, потому что на годик-полтора-два можно взять и что-то попроще, поменяются какие-то технологии, там поменяется какой-то курс, поменяется туда-сюда, может быть, у людей появится прям много денег, и все купят себе айфоны. Но на данный момент какой-нибудь Oppo A60, это еще не самый плохой вариант, не самый лучший выбор. А какой аппарат понравился вам, напишите в комментариях. Всем пока.